И эта тема будет... Такая феминистическая версия, бодипозитивщица. Лайк за анямэ. Это самая суровая утка, которую я видел. Ну, и победителем... Да, вы, наверное, догадались, становится. Здорово, Ютуб, с вами Широ. И мы сегодня снова будем смотреть ваши работы, выбирать победителя, который получит вот этот вот приз. И, конечно же, сегодня я объявлю новые условия для нового конкурса и расскажу о том, какой в нём будет приз, который будет новым. Так, ну, во-первых, немного информации, которая связана просто с проведением конкурса. В этот раз мне пришлось удалять, к удивлению, меньше работ, но работы, которые могут участвовать в конкурсе, также не все, которые остались в альбоме. Смотрите, в чём дело. Почему-то многие решили, что в качестве экшн-фигурки персонажа они могут собрать робота. Причём робота, меха, у которого даже нет реального прототипа, с которым я могу сравнить. Тут я ничего не могу сделать, и единственный правильный поступок с моей стороны это не учитывать данные работы в конкурсе. То есть я их покажу, потому что всё-таки люди старались и хотели попасть в видео, но участвовать в розыгрыше приза они не могут, потому что как я могу оценить то, что я не могу ни с чем реальным сравнить? То есть если кто-то собрал робота Чаппи, например, то я могу сказать, да, он похож на робота Чаппи, это экшн-фигурка робота Чаппи. А если вы собрали просто какого-то меха, например, по моей схеме или там по любой другой, то я скажу, ну, типа, круто, мех, да, и чё? Это не экшн-фигурка персонажа, это просто мех. В общем, вот. Также, те люди, которые заливают чужие работы, я знаю, что среди вас есть такие, даже те, кто смотрят, я теперь буду поступать проще. Я буду просто банить таких. Там есть специальная кнопочка такая, удалить все фотографии и заблокировать пользователя. Поэтому даже не думайте меня дурить и заливать чужие работы. Я это всё просеку и просто пресеку. Просеку и пресеку. И, ладно, переходим к сегодняшним работам, которые мы будем смотреть. Их охренительно много. 300 с чем-то фотографий. Я, наверное, опять свихнусь. В прошлый раз было 270, сейчас вот за 300 перевалило. Ну, ладно. Вот, в общем, условия конкурса, которые были. Перед вами вы их видите. Вот теперь вы их видите. Собственно, что нужно было сделать? Нужно было собрать экшн-фигурку, залить её в альбом, сфотографировать желательно. С именем и айди, я к этому не буду придираться. Это нужно только для подтверждения авторства. И главное сделать репост записи, потому что такие ролики я снимаю не просто так, а для развития канала и группы. А взамен на этого я показываю ваши работы и дарю подарки. Дарю призы всякие. Ладно, переходим в альбом с работами и начинаем смотреть. Вот тут моё щечло. Да, работа подписчиков 3. Но это такое, да. На моё щечло вы ещё успеете насмотреться за ближайший час, как мы будем смотреть работы. Поехали. Собственно, это персонаж. Давайте почитаем, кто. Клоракс. Он придуман и собран мною. Вот то, о чём я говорил. Я не могу сравнить его ни с чем. Я не могу сказать, хорошо он сделан, плохо, похож или нет. Сама экшн-фигурка классная. То есть, если бы ты сделал какого-нибудь другого персонажа, если бы, например, перекрасил его и сделал базу лайтера, у тебя получилось бы очень здорово. Но так... Я не могу сказать. Нормальная эта экшн-фигурка персонажей или нет. Она мне нравится. То есть, сделана классно. Ну, серьёзно, тут докопаться совершенно нечего. Все суставы закрыты. Сделано всё очень аккуратно и обтекаемо. И, как минимум, эта работа заслуживает лайка, который я и так уже поставил. Ну и самое главное, это хотя бы не мех. То есть, если бы был конкурс мехов, я бы так и сказал, соберите меха. Но нет. Так. От Иван... Кстати, да, это была самоделка от Марка Крушли. Марк Крушлинский. Дальше у нас от Ивана Артёмова. Ну, видно, что у Ивана Артёмова много Hero Factory и Биоников. Да, это мы видим. Здорово, Иван. Молодец. Данила Романов выкрутился и сделал экшн-фигурку Гладос. По идее, это круто. То есть, ну, мало тут нестандартных фигурок, они есть, но мало. Сделано прикольно. К сожалению, вижу, что тебе очень сильно не хватило деталей. Но при этом хорошо, что у тебя были вот эти шланги. Очень сюда подходит. Сделано прикольно. Мне понравилось. Это... Железный человек. Ну, в целом, да. Можно сказать, что это Железный человек. Так. Имеет доп. руку, огнемёт... А, да, кстати, от Алексея Коломина. Имеет доп. руку, огнемёт, а также голову в шлеме. Но я поставил в стороне. Угу. А голова на нём? На фото. Это лицо. Ну, схематично, но да. Да, опять же, видно, что у тебя, к сожалению, деталей не хватает. Вот, все, кто хочет собирать экшн-фигурки, запаситесь наборами Креатор с кубиками, с маленькими и крупными. И запаситесь наборами... Точнее, не наборами, а набором Брик Хэтс. Тот, который недавно вышел, креативный набор. Вот он шикарно для таких вещей подходит. Прямо в нём куча нужных деталей. Ну, Железный человек, ладно, неплохой. Но очень-очень схематичный такой получился. Так, это какой-то монстрик от Муслиму Мамедова. Эх, ну, он выглядит жутковато. Точнее, такой... Если бы ко мне такой в подворотне подошёл, я бы, наверное, испугался. Да кто угодно, наверное, бы испугался такого монстра, если бы он подошёл к нему в подворотне. Так, 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 так. А, ещё фотк. Две штуки. Ну, опять же... Опять же... Блин, неприкрытые шарниры, конечно, это нехорошо. Но задумку я твою понял. То есть это... Ну, это неплохо. Так, а это... А это, видимо, Джейсон Вурхес. Да. Вот. От Малика нашего. Эм... Майк Табарин. Тарабин. Тараб... Тарабарин. Майк Тарабарин. Выговорил. Собрал вот это. Из ЦЦБС. Ну, клёво. Да, молодец. Зачем-то меха залил Максим Зверев. Так, кто это такой? Папайрос. От Вадима Китаева. Ну, не то, чтобы эта фигурка была экшен. Но фигурка. Эта статуя называется. Это немного не то. Кстати... Кстати сказать. Ну, вот то, что самоделка сделана просто, это понятно. А то, что автор выкрутился с самыми базовыми деталями, вы посмотрите, здесь по сути-то только кубики и пластины. Вот это, с другой стороны, хорошо. То есть, если бы кто-то сделал крутую статую из обычных деталей на конкурс, возможно, я бы присудил ему приз. То есть, если бы она была простая, но при этом похожая. Ну, не в таком плане, а вот именно похожая, там, детализация и все дела. Просто из элементарных деталей, там, из пластинок один на один или из кубиков. Вот, берите на заметку, если когда-нибудь будет конкурс с статуей, то запарьтесь над этим. Так, это, судя по всему, Майкл Джексон, да? А, вот написано. Майкл Джексон. Лунная походка от Александра Коновалова. Классно выкрутился с руками. Кстати, правая еще и подвижная. И ноги здорово сделал. Я что-то никогда не задумался даже о том, что можно техник деталей гнутой, как ноги, использовать для фигурок. Ну, наверное, потому что я не делал фигурки такого размера, но тоже неплохо. Интересно ты придумал. Жалко кожа у него на лице. Непонятно, то ли она белая, то ли бежевая. Видимо, так сфотографировал. Хотя, с другой стороны, стол вот бежевый точно. Не пойму. Или ты намекнул, что, типа, Майкл Джексон из черного в белого превратился. То есть, сменил цвет кожи, да? Стал белым. White Power. Ладно. Так, Генжи. Крутой Генжи. Мне нравится. Опять же, в таком небольшом масштабе очень здорово получилось от Романа Лиса. Ой, Роман, я тебя помню с конкурса Брик Хэтсов. Молодец. Очень классно сделано. И няшная, анимешная рожица такая. Вот, конечно, шлем вообще огонь. Вообще вот. А, кстати. А чё ж ты зеленые огоньки не налепил? То есть, вот на плечи вижу желтые, зеленые, а на тело нет. Или они там под этими? Чё-то никак не рассмотрю. Они, наверное, под серыми там находятся. Тогда надо было белые, а не серые ставить. Ну ладно. Так, Роман Трофимов. Собрал Тау. Я почему-то всегда думал, что Тау будут немного поувесистее. Из Вархаммера. Ну-ка, давайте-ка погуглим Тау. Тау. Тау, Тау, Тау. Ну, я так понимаю, вот этого собирал. Давай, грузись. Ну да, да, знаете, похоже. В целом, похоже. Конечно, с головой немного сфейлил. Ну, то есть, да, можно сказать, что похоже. Прикольно. Я даже лайк поставлю. Ой, ой-ой-ой. Это суперзлодей. Суперзлодей. Очень супер. От... Евсипеда Панфилова. Нифига себе. Евсипед Панфилов собрал суперзлодея. Очень суперзлодейского злодея. Из экшн-фигурки по Звездным Войнам. Из сборной фигуры по Звездным Войнам. Это ниндзя, я так понимаю. Ллойд. Что-то ты в нем перемудрил. По-моему, ты слишком намудрил с детализацией. И вот всякие зеленые огоньки не надо было. И красные детали делать. Лучше бы ты его прям сделал просто зеленым даже, да? И немножечко-немножечко отделки добавил. И все. Хотя задумка, опять же, интересная. Я нечто подобное видел где-то... А! Нечто подобное я в примерах приводил. Когда там Бэтмен, там Человек-паук и прочие. С такой квадратной башкой. Ну, окей. Мне нравится. От Сергея Дунаева. Так. Егор Подольский сделал, типа, волчьего генерала. Ну, хорошо. Пусть будет волчий генерал. Выглядит круто. Те-те-те. СД может быть новый. А это не новые. Ну, если не новые самоделки, то мы и не смотрим. От Екатерины Костюкевич. Сори. Но это мамины ВКонтакты. Ну, мамины так мамины. Значит, параллельство, если мамины ВКонтакты. Это ревамп Гали Мистик. Или Фикс. Но все же СД. Ну. А почему у нее лицов на пахе? Типа, так модно, да? С лицом от Артура Бондаренко работа. Не, ну в качестве Бионикла самоделки она здоровская. Так. Квадратный головый Бэтмен. От Екатерины Бодровой. Ну, я так понимаю, это тоже кто-то не со своего аккаунта выкладывал? Ой. Ой. Я страх, летящий на крыльях ночи. А им Бэтмен. Ну, кстати, такой бы Бэтмен реально, наверное, испугал бандитов. Бандиты бы в истерике просто убегали от этого. Я даже лайк поставлю, потому что это креативно. Так. Тередакс. Так, это у нас Макута получается, да? От Михаила Беломарова. А, нет. Тередакс это не обязательно Макута. Неважно, короче. Сделано прикольно, но простовато. Вот, вот. Чё, чё это такое? А, чё это? Чё это? Слишком тощие ноги. Воу. А, я уже поставил сюда лайк. Это Уолтер Уайт. Хайзенберг, этот, из Во все тяжкие сериала. Очень классно сделано. Кстати, так, Николай Ильичев залил. И ты вот сделал новые очки, но мне предыдущие нравились больше. То есть, знай. Ну, это, конечно, тоже классно сделано, но предыдущие очки гораздо лучше были. Вот, прям вот так бы оставил. Я бы такую штуку даже на полку поставил. Чётко. Я и сериал люблю, и фигурка тоже классная. Так. Максим Чумаков сделал большого папочку из Биошок. Жаль, у Максима нет деталей достаточного количества, чтобы сделать, ну, прям, такую годную самоделку. Но, с другой стороны, посмотрите-ка. Он чувствует то, как это должно выглядеть. То есть, даже из своих скромных деталей у него получилось неплохо. Конечно, выиграть такая работа, к сожалению, не сможет. Ну, вы сами понимаете, почему. По качеству она не совсем дотягивает. Но вот то, что Максим смог изобразить, и то, что это похож персонаж на большого папочку, сразу узнаётся. Это, по-моему, здорово. Это хорошо. Так. Ага. Фокси. Из игры ФНАФ 2. Так, 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 так. Чё-то есть в комментариях интересного. Голова почти один в один. Ну, тут самоделка-то самостоятельная всё же, потому что вот и пруф есть, и все дела. Очень неплохо сделано. Ну, ты знаешь, да, на самом деле, предъявлять кому? Андрею за голову Фокси. То, что она похожа на какую-то другую, не совсем правильно, потому что тут по-другому ты не соберёшь в таком масштабе. Ну, да, подсмотрел, хотя остальное всё сделал сам. Ну, да, судя по всему, сам сделал. Нормально. От Феди Кирова это, судя по всему, бот из Звёздных войн, точнее, дроид из Звёздных войн, L3-37, которого очень-очень сильно раскорячило. Он, судя по всему, служил в кавалерии, и такой, типа, хопа, и поскакал. На, там, не знаю, на ком скачут в Звёздных войнах. На Дарте Вейдере. Эм, ну, знаешь, Федя, с такого ракурса очень трудно оценить вообще, похож он или не похож. Я понял то, что хотел изобразить, но у тебя очень-очень абстрактно получилось. Я думаю, тебе стоит немного постараться, немного более такую компактную, более похожую на реалистичную модель самоделку сделать, попробовать. Даже просто для себя, чисто ради опыта. Так, это Древень. Егор Древень. Егор Атясов залил Древня. Ну, похож на камень, больше, чем на Древень. Просто, простая фигурка, почему бы нет. Интересно, где ты взял... А, это китайские детали. Я понял. Думаю, где же ты взял красные и белые шарниры-то? Это, оказывается, просто китайский набор. Ну, ладно, я лайк поставил, мне, видимо, понравилось. Так, что-то типа призрачного поителя. Абрамов Дима сделал. Ну, хорошо, пускай будет. Воу, воу. Туби из Нейра Томата от Ивана Шабалина. Чётко. Очень чётко сделал. Да, конечно, Туби получилась такая мускулистая. Это Туби вышибала, которая вышибает дерьмой всех, кто к ней подходит. Хотя так и было, на самом деле. Но, тем не менее, сделал здорово. И меч, и все дела, и, ну, детализацию проработал. Кстати, интересно, как ты вот эту штуку закрепил. Она, по-моему, просто лежит, да? Интересно. А ещё мне, вот, у тебя понравилось, как ты сделал руки. Вот, руки вообще чётенько. Я почему-то никогда не думал, что вот эту деталь, ручки злого робота, и вот такую гнутую, можно использовать именно как руку. Может быть, если когда-то буду делать руки кому-то, может быть, даже позаимствую твою технологию, знай, что ты меня на неё подтолкнул, вдохновил. Но, скорее всего, сделаю как-нибудь по-другому. В общем, мне понравилась работа. Очень годно получилось. Так, это мы только пока на 35-й фотографии из 300. А-а-а. Это экшн-фигурка с техникой и биониклов от Арсения Вторушина. Такая, типа, йоу, делает. Ну, это Dark Wave. Self-Mock. Ну, типа, ну, Self-Mock это, конечно, хорошо, но с чем я тебе его буду сравнивать-то? Чужой от Дмитрия Шалашова. Ну, кстати говоря, кстати говоря, опять же, несмотря на то, что самоделка-то сделана из ЦБС и всякого, ей это подходит. То есть, видно, что у автора не очень много деталей есть, но с таким количеством он выкрутился неплохо. То есть, я бы сказал, что это неплохая самоделка, и ты просто с позой не угадал, и нужно было как-то его поставить там в специальную позу, как Чужого, и было бы похоже. Spider-Man квадратноголовый. Классный. А, я уже лайкнул. Ну, только вот, типа, ладно, нормально. Прикольный. Это зигующий Spider-Man с логотипом, соответствующим на груди. Но сделал неплохо, мне нравится. Глаза вот особенно... Вот почему-то глаза очень странные, но смотрятся неплохо. Вот не знаю почему. Кстати, может быть, для глаз стоило использовать именно не единички, а... Ну, в смысле, не квадратные, а круглые талики. Ой, круглые пины. Так, это... Так, ну вообще самоделка сделана, видимо, из одного или двух наборов. Из одного, из дракона. А что это такое-то? Трансформер-дракон. Похоже, во-первых, на Гуренлаган, немножечко. Ну, из запасти на теле, во-первых. Но задумка неплохая от Максима Герасимова. Ну, конечно, слабенько сделано. Не пойму, сколько у тебя-то наборов. Два, по-моему. Вот эти желтые пластины не из дракона, вот эти желтые штуки не из дракона, все остальное из дракона. Ладно, двигаемся дальше. От Олега Леоненко. Вот это. Вот это. Понятно вам? Вот это. Я не знаю, что это. О, господи. Я не знаю, что это. Воу. А, я его уже лайкнул тоже. Ну, окей. Так, это от Матвея Чичельницына. Ну, опять же. Хотя бы здесь я могу сказать, что это похоже на настоящее существо. То есть я не знаю, с кого прототип писался, что это такое. Но, блин. Сделано чертовски круто. То есть вот, ну, видимо, человек шарит в сборке ЦСБС и Бионикл, поэтому видно, что вот он так вот все это хорошо скомпоновал. Компоновка бесподобная. Вах, просто. Типа, блин. Чувак, я просто тащусь от этой спины. Сделано идеально. Эх. Шикарно. Мне нравится. Так. А это от Гриши Цоя. Это... Я забыл, как ее зовут. Из Overwatch. Мерси, да. Хотел сказать Мэйси. Мерси, это из Overwatch. Прикольное. Я делал Мерси, тоже. На канале с самоделками у меня, кстати, есть моделька, но она попроще. А здесь ты ее сделал и крупнее, но при этом, опять же, из базовых деталей. Я очень-очень приветствую то, когда люди делают сложные постройки именно вот из элементарных базовых деталей к Лего. Это... Это круче гораздо. То есть, имея огромный арсенал деталей, ну, практически любой человек, рано или поздно, там, повозившись с ними, сможет что-то собрать дельное. А вот если у тебя базовые детали есть, особенно немного, то довольно затруднительно собрать что-то годное. И вот таких людей я обычно хвалю. Это здорово. Пеннивайз. Пеннивайз от Амира Яналеева. Ну, чувак, недостаточно взять голову самого жуткого клоуна 2018 года и прилепить её на... на тело меха, чтобы это прошло в конкурсе. Так, а кто это? Это аниме-кун. Делаю первый раз такие самоделки. Ну, да, видно, что первый раз. С головы, кстати, неплохо получилось. Молодец. Как придумал сделать простую прическу с красной деталей. Но, конечно, самоделка вся простенькая очень. В любом случае, если тебе понравилось его собирать, то не останавливайся на этом. И попробуй собрать ещё парочку фигурок и, возможно, ты прочувствуешь этот дизайн и сможешь тоже что-то собирать. Так, двигаемся дальше. Ой, Бенди. Бенди от Шамиля Шамхалова. Ты фломастером закрасил, да? А, нет, это, к счастью, бумажка наклеена. Ну, кстати, слушайте, опять же, из базовых деталей, но все нужные элементы-то переданы. Конечно, очень просто, но прикольно. Так, вторая версия предыдущего Боба. А, это Боб и Знакомьтесь, Боб. Прикольно. Лайки я уже поставил от Евгения Епифанова. Так, что тут можно отметить? Да ничего. Кстати, он похож на персонажа из какой-то простенькой игры. Вот, что-то знакомое. Напишите в комментариях, на кого он похож, кроме Боба. На кого-то, ну, вот на кого-то похож он. Только не могу вспомнить. А ещё тут значки с выборов 2018. Эхе. Так, мех. Илья Бурков собрал меха. Меха, это, конечно, хорошо. Кто это хотя бы? Давайте посмотрим. Ага, это ещё и украденная работа. Так. А нет, не украденная. Но он её залил второй раз. А, нет! Да ладно! Работа-то украденная. Так, ну, смотрите, в общем, что я с такими людьми делаю. Давайте почитаем, конечно, комментарии. Да-да-да. Все одно и то же пишут. Короче, что я делаю с такими людьми, которые воруют работы? Смотрите, тут есть кнопка удалить, а сверху есть удалить все фотографии и заблокировать. То есть, вот так. По-другому никак не получится. Так, только мне опять придётся искать мою работу, на которой я остановился. Вот здесь. То есть, мы Боба посмотрели, потом дальше поехали. Так, это, я так понимаю, Железный Человек. Ну, схематично, да. А самое главное, ты цвета передал. Жалко, генератор сделал сиреневым и каким-то другим. В целом, неплохо. Я даже лайк поставил. А это... Вот ещё один хитрец. Алексей Перевозчиков. Типа, взял Брикхэтс-фигурку и приделал к ней ноги и руки. И хоба! Теперь это экшн-фигурка. Ну, Эд Киборг из... Судя по всему, просто из вселенной DC. Не тот, который из Tiny Titans, а просто из DC. Ну, конечно, так ноги экшн-фигуркам делать не стоит. Спайдер-мен, спайдер-мен, очень странный спайдер-мен, хотя мне, видимо, понравился. Прикольный, от Вити Тихонова спайдер-мен. Вот этот Танос, это мой любимчик. Да, понятное дело, что приз я ему не могу отдать, потому что есть более, так сказать, более качественные, более крутые, навороченные работы, но, чувак, Павел Торопов, или Торопов, Павел Торопотов, ой, Павел Торопов, у тебя есть чувство юмора, которое ты вот в самоделках применяешь, это очень здорово. Вот, серьезно, извини, что не могу тебе приз отдать, но мне очень понравилась твоя работа. То есть, вот он ржачный. Вот, серьезно, это, наверное, единственная, по-хорошему, смешная самоделка во всем наборе, то есть, забавная. Она мне чертовски понравилась, ты молодец. Так, это у нас кто-то из Five Nights at Freddy's, опять же, я не особо шарю, но, окей. Только, почему-то странное такое фото, как будто это скриншот с видео. от Эрнеста Белалова. Ладно, почему-то я лайк поставил. Ну, ладно, тут обсуждают, что другой. Ну, окей. Рыцарь, Night Crusader, рыцарь-крестоносец. Под детальками систем, а, под детальками систем, скелет из техники и ЦЦБС. Классно сделал, Никита Кашковский, Кашковский, или Кашковский. Очень классно ты наворопетил на ЦЦБС много системы. То есть, здорово у тебя получилось, и рыцарь, правда, ну, серьезно, я бы не сказал, что это ЦЦБС. То есть, вижу некоторые элементы, но что внутри, все так. Интересно, молодец. Барон фон Небула. Ну, окей. Жалко фото такси-качеством, но прикольно. Так, а это, это Стас Ловцов собрал чувака. Просто чувак. Чувак сзади. Бамблби от Вероники Гриценко. Я завис от крутости этого Бамблби я просто завис и потерял до речи. Ну, почему бы и не быть такому Бамблби? А еще один чувак от Руслана Бурстецова. Ну, опять же, да, идея прикольная, как тебе в комментариях пишут, но, к сожалению, мало шансов в такой работе, ты, наверное, сам понимал. Тем не менее, ты попал в видео, а это уже главное. Да, кстати, ребят, почему-то некоторые ошибочно думают, что эти видео это конкурсы. Нет, это в первую очередь то, что, во-первых, вы можете научиться собирать что-то, что необычное. То есть, в обычных обстоятельствах вы бы не стали собирать там экшн-фигурку, например. Вы бы так и собирали свои машинки, там, роботов или еще что-нибудь. А тут причина собрать что-нибудь новое для себя и открыть какие-то новые техники и так далее. Во-вторых, это способ попасть в видео и засветиться на канале, возможно, для кого-то это важно. Ну, судя по тому, что люди заливают работы, это важно. Ну и в-третьих, это просто приятный бонус, то, что кому-то из тех, кто создаст хорошую работу, я дам приз кому-то одному. Это тоже, по-моему, довольно важная штука, но это не основная идея таких видео, поэтому не думайте, пожалуйста, ошибочно, что это просто ради конкурса такие видео снимаются. Они снимаются ради творчества, ради веселья и ради креатива. В общем, двигаемся дальше. Дальше персонаж от Димы Шутова. Это космический орк, я так понимаю. Так, космический пират Рагулос. Да, это выдуманный персонаж, но, тем не менее, он выглядит как настоящая фигурка. Вот, если бы сделали такую игрушку, типа, экшн-фигурки такого пирата, я бы, наверное, купил даже. Сделан очень здорово. То есть, вот, вот такие работы я еще готов принимать, даже без бэкграунда, без всего. То есть, это не просто бездумный мех, это полноценный персонаж, который, кстати, выглядит как живое существо, а не как робот. Так, а вот это просто мех. Просто мех от Александра Ирисметова. Ну, прикольно, молодец, собрал меха. Еще от ЦБС фигурка от Васи Скрыльникова. Эм, так, это, я так понимаю, эм, Трейсер? От Ермакова Ивана. Ну, ну, ладно, за идею лайк. Ах, господи. Александр Симаков украл мое сердечко своим Саб-Зиро. Он великолепен. Чувак, ты, ты, ты сделал просто вот, пожалуйста, сделай серию таких фигурок. Вот серьезно. Я, если ты сделаешь серию таких фигурок, я даже тебе отдельное видео посвящу, в котором расскажу о них. То есть, покажу, расскажу и покомментирую. Ну, то есть, она великолепна. Серьезно. Вот, пожалуйста, сделай серию таких фигурок, по этому, по Мортал Комбату. Если ты смотришь, пожалуйста. Это чертовски круто. Так. Кошмары моего детства возвращаются, потому что это Заяц из, ну, погоди. Боже, как же он до срачки меня пугал в детстве. И сейчас я такой, типа, листаю альбом, и передо мной появляются эти глаза. Ладно, хотя бы не светится. Максим Максимов, ты крут. Опять же, типа, ты не поступил, как другие, там, не собрал какого-то очень известного персонажа, там, современного, или еще что-нибудь хайпового. Ты пошел куда креативнее, и сделал то, что пугало всех советских детей, и детей в 90-е, до ужаса, первородный ужас воскресил такой. Круто. Очень-очень круто. Эм, от, эм, Андрея Харужина. Чувак. А-а-а. Погоди-ка, погоди-ка. Трафальгар Лау. Это ж из One Piece'а, чувак. По-моему. Да-да-да-да-да. Это чувак из One Piece'а. Прикольно сделал, молодец. А, ну, я лайк уже поставил даже. Так, эм, от Максима Тубольцева. Вот такая вот постройка из, эээ, из кого? Из Бионикл. Ну да, в принципе, тут в основном Бионикл, и Хирофактор есть, но в основном Бионикл. Зовут Гром. Гром его зовут. Ну, прикольно. Трудно оценить такую работу. Нет, точнее как. С технологической точки зрения она сделана очень классно, но трудно оценить ее как экшн-фигурку именно. Так, Александр Коновалов, ты, по-моему, уже заливал работу. Денис Рудой. Еще один человек, который подумал, что если я увижу Пеннивайза, то я отдам ему пресс. Но в этот раз фигурка сделана, кстати, здорово. Да, опять же, я лайк уже поставил. Работа прикольная. То есть, это даже немного похоже на, не на нового, а на классического Пеннивайза, который был в старом фильме. Сама по себе интересненькая работа, есть хорошие решения, например, вот как ты сделал со штанами, вот этими расширяющимися. Это не юбка, это штаны и руки. Руки вообще идеальные. Вот сами кисти. Ты сделаешь шикарно. Но второй раз это со мной не пройдет. Ну, конечно, Пеннивайз мне нравится, но не до такой степени, чтобы безоговорочно отдавать ему победу. А вот пример того, что человек просто сделал меха, тем более еще и на основе патриота. Кирилл Сергин. Ну, здорово, Кирилл. Не, молодец, конечно, что мех ты сделал хорошего, неплохого, но как я буду это оценивать-то? Очень страшную штуку сделал Никита Крупичевский. Итак, Пришелец Кристофер Джонс из фильма район номер 9. Я бы без твоей подсказки, конечно, его бы не узнал. Да. Но выглядит жутко, да. Почему бы нет? Воитель от Данилы Рубцова. Классный. А, я уже даже лайк поставил. Блин, так неинтересно. Не надо ставить лайки заранее. Надо, чтобы я не, типа, видео их ставил. Ну, ладно. Воитель прикольный, молодец. То есть, ну, полноценная экшн-фигурка, кстати, с головой здорово сделала, что у головой у тебя 3 на 3. Опять же, просто мех от Романа Комлева. Станислав Горский тоже залил меха и поставил фигурочки из Технолога. Что там? Что там в комментариях? О, тоже такие фигурки есть. Еще один просто мех Биомеханический Охотник от Максима Могильникова. Могильников. Какая-то жуткая фамилия, чувак. Я бы не стал связываться с человеком с фамилией Могильников. А вот пример того, как кто-то сделал, опять же, нестандартную экшн-фигурку. Это Грут. Это малыш Грут в горшке от Михаила Смирнова. Жаль, что у тебя по деталям маловато всякого, а то получилось бы очень здорово. Евгений Краснянский сделал андроида из Detroit Become Human. Ну... Что-то не хватает ему. Что-то, не пойму, не хватает. То ли руки короткие, то ли ноги длинные, то ли тело. Ну ладно, прикольно. Ай, блин, опять лайк поставил, а? Так, это мех из... Что, украденный мех, что ли? Ой-ой-ой-ой. А мех-то украли. Ну, значит, всё. Дартвейдер. Азиатский Дартвейдер. Почему-то он мне напоминает, что если бы китайский Дартвейдер существовал, или, не знаю, индийский, в индийском кино, он бы выглядел вот так. Но ты сделал прикольно. То есть, ну, это похоже на Вейдера, а самое главное, вот, типа, ткань сзади. Это настолько забавно. То есть, такой бюджетный Вейдер, но прикольный. От Дани Косолапова. Просто опять... Ааа, хотел сказать, просто мех. А это же силовая броня из Фолыча. Ну, слушай, Ренат Максимов, ты сделал здорово. Это, конечно, не настолько прям похоже, чтобы сразу понять, типа, о, нихрена себе, силовая броня. Но это прикольно. Молодец. А сзади... Ну, кстати, да, сзади тоже неплохо. Самурай от Владимира Качкова. Или Кочкова. Или Качкова. Ну, такое. Не, ты не особо старался, я вижу. Вот особенно вот поэтому я вижу, что ты не особо старался. Арам Чувалджан сделал... Сделал это? Спасибо. Спасибо, Арам, что сделал это. Трейсер. Трейсер, наркоманка и пьяница. Не, на самом деле, почему бы нет? Вот это еще одна очень крутая вещь. Собственно, это Гамора из Старжей Галактики от Павла Демидова. От Павла Демидова. Очень похоже на стиль этого. Абсурд, что-то там. Ну, самодельщик такой есть, который делает вот похожие фигурки. И это очень классно. Мне нравится у него стиль, как он делает там тянок всяких и прочих. У тебя тоже очень здорово получилось. То есть, опять же, чувак, если запаришься, Паша, если запаришься, сделаешь, например, всех Стражей в таком стиле, я видео про это сниму отдельное. То есть, мне бы хотелось рассказать про такие работы у себя на канале. Может быть, объединю с предыдущими. Там еще вот говорил тогда про Mortal Kombat. Может быть, так. Но это... Попробуй, короче. Так, это... А, хотел бы прочитать, кто это? Это же Дэдпул. Дэдпул от Семена Дудина. Ну, хороший Дэдпул. Крупный довольно. Хорошо выкрутился. А, Никита Горошков собрал... Эм... Это? Собрал это? Вот, этого персонажа собрал Никита Горошков. Хорошо. Эм... Типа то молний. С маской наоборот. Хех. От Виктора Лавягина. Ну, сама самоделка мне понравилась, конечно. Но это... Трудно, опять же, оценить. Тут китайские детали видны на свету. Зачем тебе, профи? Рома Саутин собрал вот такого робота. Мистер Кубик. А, подожди. Это из этого? Это случай не из Лего фильм? По-моему, это из Лего Муви. Но там такие штуки были. Может, я путаю. Ну, сделано, конечно, неплохо. Но трудно, опять же, оценивать. Каратель от Кирилла Шепара. Да, это еще... Вот, да, я, видимо, те... Хотя нет, я лайк поставил. Почему-то думал, что я эту работу пропустил. Короче, еще одна смешная работа, вот, наравне с тем Таносом, вот этот каратель. Он просто забавный. То есть, ну, работа не обязательно должна быть очень качественной, крутой и там еще какой-то, да? Не, ну, она должна быть качественной и крутой, тогда у нее больше шансов выиграть. Но в данном случае работа просто забавная и это круто. То есть, опять же, у человека есть чувство юмора, и он это чувство юмора знает, как передать. Особенно вот красные макосины и вот эта рожа. Это очень классно. Прикольно, молодец, Кирилл. От Уэйда Уилсона Бендер. Бендер с ключом завода. Вот таким. Кстати, у оригинального Бендера был или нет, не знаю. Куча комиксов на заднем фоне и манга. Манга Торадора. Чувак, купи первый том, его можно купить пока. А, кстати, Торадору продолжат выпускать, но сейчас не об этом. Классный Бендер, опять же, я его уже лайкнул. Вот то, про что я говорил. С одной стороны, это мех вроде бы и, ну, как бы, вроде не подходит под условия конкурса. Но это Чаппи, и я могу сказать. Да, это Чаппи, я его узнаю, это экшн-фигурка Чаппи. И он сделан классно. От Ас Дублинина. Дубинина. Ас Дубинина. Я тебя помню тоже с конкурса с брикхэтсами. Или не конкурс с брикхэтсами, или я тебя на стене видел. Ну, где-то, в общем, я тебя видел. Двигаемся дальше. У нас еще больше... У нас еще столько же два раза. Ааа. Жнец из Овервотч от Кирилла Пшеминского. Классный. Блин, опять же, я лайк поставил уже. Только пушка немного странная у него получилась, но ладно. Стальной гигант от Тима Седова. Опять же, крут. Ааа. Да, ну блин, даже докопаться не до чего. Здорово сделал, молодец. То есть, по сути, если бы собирать большого гиганта, стального, ну да, конечно, было бы здорово, если бы у тебя было больше гладких деталей, чтобы он такой более обтекаемый был. Но и это тоже неплохо. Это тоже классно выглядит. Так. Ааа. Этот трейсер уже был. Подождите. В чем прикол? Подобная трейсер же была уже. А, нет, другая. Или такая же. Я что-то завис. Ну ладно. От Вова Ищина. От Вовы Ищина. Трейсер. Самоделка Бионикова от Егора Масохина. Давайте посмотрим описание. Старая работа. Ну, старая работа, значит, участвовать не будет. Ну, ладно, я оставлю, пускай просто лежит. Александр Рахмалов. Рахманов, хотел сказать. Рахвалов. Залил вот это. А Кирилл Орач залил вот это. Знаешь, это чем-то напоминает монстров из Kingdom Hearts игры. Еще одна трейсер. Любите вы трейсеры, я смотрю. От Дениса Маяковского. Ну, вот это, кстати, сделано уже получше и больше похоже на правду. Прикольное. Зеленый чувак. Это экшн-фигурка рыцаря природы. ПС. Это не мех. Хорошо, Анатолий. Рыцарь природы, так рыцарь природы. Александр Зюкин сделал... Вот это. Это что? Ну, пруф-то есть, ладно. Это кто? Это хищник? Скорпион. Ну, он прикольный, да. Я лайк уже поставил. Прикольный сделан, но только не совсем понятно, что это за персонаж. Но крутой. Денис Эннстрайк. Сделал трансформеров. Трансформера. Оптимус Прайма. Ну, простенько, конечно. Тут мало что можно прокомментировать. Сделано простенько. Так. Астарос. Астарот. Ну, ладно. От Олега Фартыгина. Хансоло от Ильи Ле Елиса. Крутой Хансоло. Так. Да, пруфы там есть, все дела. Очень хорошо выкрутился, но, к сожалению, с плечами что-то ты накосячил, чувак. Надо было как-то их по-другому немного сделать. Дарт Вейдер еще один. Ну, тут даже готовый шлем использован, поэтому... Андрей Тазов. Ну, простенько, конечно, сделано. А это от Гоши Грязнова, чувак из игры Dead Space. Айзек. Прикольно сделал. Кстати, почему-то нет других фотографий, непонятно. Может, их случайно удалили. Я хз. Сделано прикольно. То есть, простенько, но прикольно. Как минимум потому, что я смог угадать, кто это. Вот поэтому. Илья Кабанов сделал меха. Вот этого. И очень плохо его сфотографировал, что даже невозможно его рассмотреть. Эх. Квадратный головой Бэтмен. Наподобие того, что был раньше, только немного более детализированный. Я, кстати, лайк поставил даже. От Саши Тереско... Терескова. От Саши Терешкова. Прикольный. Вот эта фигурка мне тоже очень понравилась. Опять же, очень юморно сделана. Это от Тима Томаса. Тим Томас, по-моему, уже засветился и в Брик-Хэт-фигурках, и здесь. Это, собственно, Харли Квин. Очень, очень такая схематичная, но смешная. Такая феминистическая версия, бодипозитивщица Харли Квин. Можно даже ее рассмотреть с других ракурсов. Ага, да, у нее еще и рот был. У нее был вот такой ржачный рот с красной помадой, и были глаза. То есть, вот такие при помощи теней. Это, блин, ну, опять же, это классно. Это прикольно. Так, от Марата Зарифулина. Трансформер Стрейф. Ну, слушай, ты очень классно подошел к детализации. Очень годно сделано. Он еще и трансформируется, что ли? Охренеть, слушай, чувак, это классно. То есть, опять же, это не просто бездумный мех. Это полноценный персонаж, который еще и трансформируется. У тебя талант делать трансформеров. Классно. Мистер Артс. Тимошенко сделал вот этого чувака. Возможно, это кто-то из Звездных Войн. Огромный страшный смайлик от Никиты Соболева. Вот пруф. Ну, вау. Короче, ты прикольно сделал. Мне глаза чертовски понравились, как ты сделал у него. Да и все остальное. Вот, блин, чувак, за голову тебе просто надо приз давать за такую. Конечно, есть работы, которые более крутые, но вот голова бесподобно сделана. Молодец. Это, судя по всему, этот, как его? Бастион из Обер-Ватч. С птичкой даже. Ну, молодец. Тема Тюх. Прикольно сделал. Но, конечно, видно, что на ногах у тебя детали как-то закончились, и пришлось доделывать, как получится. Да, в таких ситуациях, конечно, трудновато, когда не получается доделать то, что задумал. Можно было сделать его поменьше, на самом деле. Ануар. Ибрашев. Ибрашев сделал меха. Вот так-то. Еще один Оптимус плюс Бастион. Типа. Ну, ладно. От Захара Рагулина. Так, это тоже кто-то из Трансформеров, судя по всему, от Степана Малышева. Старскрим, да. Ну, ладно, я лайк поставлю. Конечно, простенько, конечно, особенно из-за ног, но окей. Воу. Фига ты навертел. Рома. Привет, Рома. Ээээ, Дефендер оф Лайт, защитник света, избранный воин, которому сила света даровала золотые доспехи. Потрясная работа, конечно. Ну, блин. Крут. Даже при том, что я не могу ни с чем сравнить его, он просто крут. Вот. Никита Попов сделал пирата. Пирата по имени Петю. Молодец, Иван. Иван Рубик. Все правильно сделал. Подожди, Иван Рубик, типа Никита Попов. Или это пирата зовут Никита Попов? Здравствуй, пират Никита Попов. Двигаемся дальше. Дальше у нас, судя по всему, Черный Носорог из Новый Человек-паук 2. Ну, в целом, да. Да, я согласен. Сделано здорово. Прикольно. От Эдварда Ринка. Еще один Бэтмен. Очень прикольно выкрутился вот с этой штукой на груди. Да и Бэтмен у тебя неплохой получился, кстати. Артем Скобелев. Молодец. А, да, еще одна фотка. Угарный Джа-Джа Бинкс от Вани Куталова. Жалко, ты ноги не смог ему сделать нормальные, хотя от этого даже смешнее получается. Как будто такой, типа, Дварф Джа-Джа Бинкс. Это забавно. От Антона Сидорука. Сидорука. Вот такая вот самоделка. Хотя ему в комментариях говорят, что она старая. А, ревамп. Нет, чувак, так не пойдет. Ревампы не считаются. Нужна новая самоделка. Какой смысл того, что ты что-то переделаешь, что уже собрано? Опять же повторяю, смысл таких видео в том, что вы, вот подписчики, зрители, учитесь, тренируетесь создавать что-то новое, креативить. А не просто, типа, ну, у меня уже есть самоделка, выставлю ее. Так может сделать любой дурак. Нет, смысл в том, что нужно что-то новое придумать и напрячь голову. Иначе бы все это просто не имело никакой цели, никакого смысла. Гуренлаган. Сразу вижу. От Александра Дрофа. Чертовски круто. Чувак, серьезно. Очень круто сделано. Такой масштаб и при этом такая детализация. Жалко, ты не рискнул сломать круг. Подпилить. Тогда бы просто безупречно было. Ну, молодец, это очень круто. Так. Опять же, если у тебя наберется... Александр, если у тебя наберется побольше вот таких работ в таком стиле, то, пожалуйста, не разбирай их, наделай побольше фотографий, и я сделаю отдельное видео про это. Про твои работы. Или с другим, с каким-то видео объединю. Железный человек от Кирилла Воробьева. Еще один. Еще один! Еще один! Да хватит уже! Серьезно, ребят, не заливайте по 10 фоток. Залейте, пожалуйста, хотя бы 2. Не 10, блин, и не 4. Знаете, как трудно их удалять? И как, блин, сложно, ну, копаться в них потом. Анимешная тянка от Марка Шафутинского. Кстати, у него еще... Что, это сменная голова есть? Хе-хе-хе, интересные штуки ты придумал. Так. А, это Дима Кот свою самоделку рекламирует. Ну, понятно, что это немного скопировано, но очень классно сделано. То есть, я видел подобную из Евангелиона. Тянок. Видел подобные фигурки, но сделал, молодец, хорошо. Очень классно, кстати, руки присоединил. Прикольно. Алиев Байрам собрал викинга. Ну. Да, хорош такой викинг. С рыжей бородой. С глазами на торсе. Никита Ёжика. Кстати, викинг мне понравился. Так, подожди. А, да, здесь лайк поставил. Никита Ёжиков сделал ревенанта из Дум. Который сделал маленькую коколечку. Малюсенькую коколечку сделал. Классный ревенант, жалко ты его не сфоткал в полный рост. Ну, то есть, типа, чтоб видно было, кто это. Ну, и так видно, и понятно. Прикольно. Эм, рыцарь. Каким я его себе представляю? Ну. Ну, почему бы нет? С ногами немного накосячил, а так прикольно. Алексей Коломыцев, или Коломыцев, сделал жнеца из Overwatch. Очень, очень такого своеобразного жнеца из Overwatch. Но почему бы нет? У него даже руки в стороны расставляются с пистолетами. И такое креативное личико такое приклеил ему. Это, знаешь, это похоже на Гренни. Типа фигурка Гренни жнеца. Так, кто это? Человек-зефир из Охотников за привидениями. Черепашка-ниндзя. Да, Черепашка-ниндзя. Наверное, с тремя пальцами трудно собирать самоделки. У черепашек три пальца, если вы не в теме. Димон Станишевский выложил фигурку... Кто это? Я не знаю, кто это. Но это пытается петь, сделано прикольным. То есть, если бы ты докрутил самоделку, например, сделал бы ноги чуть подлиннее и пореалистичнее, и, может быть, даже прилепил голову, то у тебя получилась бы классная фигурка какого-то персонажа. Так, тоже классно. Почему бы нет? Довольно подвижная. Ты знаешь, она очень подвижна у тебя. Вот удивительное сочетание и системы, и техника здесь. Мне понравилось. Работа классная. Даже, знаешь, да, не надо ее делать реалистичнее того, что есть и так достаточно. Прикольно выглядит. Даже везде лайки поставлю. Больше лайков богу лайков. Бамблби из флэшбэка. Из флэшбэка. Ну, Иван Циклаури или Циклаури. Ну, ладно, почему бы нет? Бамблби так Бамблби. Странный рыцарь. Выкручивался как мог, говорит Павел Блинов. Молодец. Опять викинг. Еще один викинг. Они уже были. Это варвар. Нет, чувак. Макс Стив. Это не варвар. Нет. Нет. Ноу. Ноу. Призрачный гонщик, сделанный из ЦЦБС. Ну, очень примитивно, хотя, с другой стороны, ты, в принципе, все, что должно быть у призрачного гонщика, это показал. То есть это похоже на призрачного гонщика. Но вот надпись, сделанная в фотошопе, это такое себе. Не надо. А, я уже лайкнул. Ну, ладно. Короче, прикольно сделано, но простенько слишком. Илья, крашенько сделал бамблби. Живите с этим. А Тимур Давидов сделал вот это. Тоже с этим живите. Сергей Кашников. Видимо, Сергей сам решил поугарать просто. Ну, ладно. Так. Артем Юрасов сделал радужного монстра. Ну, хотя бы Артем с собой честен. И говорит, что это радужный и монстр. Да, действительно, это монстр. И он довольно радужный. Ниндзя. Кай, мастер огня. Ну, знаешь, тоже. Если... Блин. Блин. А, что у него с ногами? Ага. На них больно смотреть. Зачем ты сделал такие странные ноги? Ты же мог нормальные сделать. Тебе достаточно просто было вот это сочленение не ставить, а вот эту часть сделать длинную. И все. Почему у него два колена, чувак? Иван Ждановский. Воу. Так, стопэ. Это... Кирилл Романов в ходе собрал самоделку... Этой. Я опять забыл, как ее зовут. Мерси из Overwatch. Но он ее скопировал практически полностью. Разве что на крыльях сделал меньше элементов. Ну, чувак. Так не честно. Нет. Так не пойдет. Это так не работает. Железный человек и паучок. Мистер Старк. Что-то мне нехорошо. Я сначала думал, что это Бионикл какой-то. А это, оказывается, железный человек. От Леши Жадного. Жадного. Или Жадного. Леша, ты жадный? Алексей Березовский сделал меха с крыльями. Саша Берг сделал просто бесподобного акулевого монстра. Я так понял, это... Вот этот персонаж, судя по всему. Возможно. Я не знаю, правда, откуда. Не очень похоже, но сама по себе самоделка сделана очень классно. То есть... Вот почему-то какие-то воспоминания там о том, как были мульт про боевых акул, про мышей рокеров с Марса. Вот что-то в таком стиле напоминает. Очень здорово сделано. Так, что-то есть интересного еще в комментариях. Ничего. Но прикольно сделано. Короче, мне очень понравилось. Простенький Дэдпул от Крюшкова Леонида. Просто чувак от Артема Климакова. Робот от Дмитрия Федотова. Еще один робот, еще один робот. Это, судя по всему, либо... А, это Полицейские Будущего. Вот так-то вот. Я думал, Иван Гварьков собрал Бобу Фета или Джанго Фета. А это Полицейские Будущего. Все, вот так. Роман Сапиро сделал почему-то четырехрукового Гривуса. Да. Бедный Гривус. Так, это уже было, это уже было. Это Формер Хиро. Прикольно. Не лучшая самоделка, но она определенно достойна внимания. Очень слишком пестрая и какая-то олиповатая. Ты чещур много элементов налепил, Григорий Быков. Перегрузил самоделку, и поэтому она смотрится странно. Если бы ты уменьшил немного детализацию и сделал ее более обтекаемой, получилось бы гораздо лучше. Тут даже описание есть, как че работает. Типа такая трушная фигурка. Еще одна. Хватит. Робот G573. Тоже видим, что-то из Звездных Войн. Андрей Кузнецов залил. Просто робот от Михаила Широкова. Широк... Михаил Широков. Наверное, Михаил Широков, да. Гладос из Портал 2. Вот здесь уже, конечно, по детализации... Воу. Воу, чувак. Дмитрий, ты очень классно выкрутился с проводами в качестве веревок. В смысле, с веревками в качестве проводов. Очень здорово сделано. Я, когда собирал, я все-таки решил в итоге забить на... На провода и не делал. А ты вот... Слушай, это здорово. Это классно. Мне нравится. Ааа! Я закрыл альбом случайно. Где я был? Рик. Рик, во-первых, немного потемнел. Видимо, подзагорел. А во-вторых, стал таким скромняшкой Риком, который такой стоит. Типа... Ну, вот, вот я, да. Вот такой. Ну, понятно, почему ты руки спрятал. Потому что кистей нет, скорее всего. Задумка прикольная. Я даже лайк поставил. Ну, то есть... Сам факт того, что ты вот из простых деталей, да блин, из кубиков, собрал вот такую постройку, вот такую фигурку, которая узнается. Это классно. Серьезно. Даже несмотря на то, что она простая совершенно, элементарная. Может, у тебя деталей нету просто. Так. Дмитрий Северюхин собрал... А, тут написано. Мишка и мед. Это похоже на змею больше. И Мишка такой, типа... А-а-а-а! Кричит. Когда увидел этот мед. Дэдпул от Дмитрия Шишкова. Анд. Анд. От Ильи Мелехина. Дмитрий... Дмитриев Александр собрал еще одного чужого. Чужой прикольный. что он молится что ли это или трансформируется да короче даниил островский сделал вот такого вот оптимуса прайма который судя по всему трансформируется это кто старух шпакляк что ли а это уборщик из игры из игры little nightmare до играл слушай а он похож руки коротковато сделал но похож прикольно это прикольная блин чем я так глаз чешется антон новиков сделал вот такого меха вау 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 это это кто я все время путаю клоны штурмовики наверное это штурмовик все же очень здорово сделан шлем крутой так простенько да нет не простенько здорово сделано жалко нет фотки где он стоит чтобы посмотреть саму фигурку но ты сделал очень классно ну да я конечно вижу что ты больше запарился над спидером чем на самой фигурке но сделано здорово так чья работа илья лукашев на еще один призрачный гонщик от булгакова дмитрия и цепь вполне себе в тему это из next a night судя по всему взята классная работа а еще один дэдпул так оу-оу жуткий слендер слендер кстати прикольно сделан вот почему то знать почему то и слендер из лего именно так и представляется прикольно получилось это чё это ярошенко никита рободракон из бумаги рободракон из бумаги или он за или он там за ней стоит водка учитесь как надо фоткать самоделки типа я собрал настолько крутую самоделку что не хочу вам ее показывать поэтому вот листочек но на самом деле вот он рободракон я сначала думал что чужой но типа этот дракон урок который робот и дракон вот живите с этим мех а фоллаут liberty prime ну робот из фоллаута от александра титанова цел неплохо да кто это чувак ты специально что такое имя написал макртыч петросян сделал вот 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 его все робот от михаил михаил ты выкладывал уже самоделку и гризуев сделал кого-то вот его сделал еще один робот от не еще один от него а еще один робот от губина дмитрия кто это это ниндзя судя по всему да так и не написали кто это ну ниндзя наверное от них от лебедева никиты лохнесское чудовище она просто милаха так тянка они они тянка тянка не тянка интересно сделал конечно очень очень схематично но прикольно подвижное главное в общем от аргуса дракфула самоделка неплохая странненькая но неплохая блин ребят кстати вы знаете что я уже час записываю видео мы еще только на сто девяносто седьмой из 291 фотографии кошмар ужас я свихнусь ну ладно поехали ладно silicon artificial life for model model 1 сал 1 можно сал 1 или сали от александра колесникова очень крутая работа шикарная детализация но к сожалению типа кто это железный человек от вовы кулешова а вот это из я так понимается за район номер 9 до персонаж подпись это мое честно там это мое честно еще одна подпись жалко ты не подписал кто это но но он им но блин слушать и очень здорово сделал опять же внешний вид так это злой минотавр ростом 20 сантиметров своеобразно от григория чупры чуприна еще один мини грудь очень почему-то длинный почему такой длинный у тебя семен сладков и очень удивленный это грудь который что-то увидел может быть он увидел как переодевается гамора почему бы нет и он такой типа опа опа это интересно да интересно надзиратель ну ccbs он в африке cbs яй-яй-яй-яй алексей фантик сделал результат вражды природы и цивилизации ему очень грустно этому результату я так понимаю рыцарь от севастьян и шмуха и шмухаметова этого от севастьяна и шмухаметова зачем-то тема тюк зале второй раз своего этого своего робота как его бастиона зачем-то зале второй раз проект защита космонавт от данилы жохова очень что-то странное от павел демичева подобие банд ой тихо подобие бамблби от егора мошковцева мошковцева от егора мошковцева это подобие бамблби кстати знаешь вот почему-то он похож больше наверное даже на бамблби чем на некоторых других почему-то да на такого вот который в фильме нам показывали я не знаю почему но мне так кажется только молот лишний молот можно было не делать турелька из порта ну за такой грех лайк не кстати вот сюда тоже лайк поставлен за турельку грех лайк не поставить пират 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 от паши андреева все пират это его из вали да я сразу узнал прикольно сделано но очень простовато она не такая на более обтекаемый должна быть чувак не похоже ну конечно неплохая работа но не похоже лайк за лайк за креатив и за грядки за четкие грядки и заборчики о казалось бы причем тут желтый синий забор так это какаши из наруто видимо какаши после того как его побил наруто лайк заням и кстати работа от андрея иванова а макс остапенко сделал перед от из вселенной стивена вот я когда эту работу увидел я почему-то сразу узнал ее но почему-то другие вот как в комментариях пишут почему-то не то не догадываются но серьезно похоже же по прическе я сразу узнал что перед от точнее я вселенной стивен смотрел одну серию я просто узнал что это вот оттуда правда похоже безногие робот от никиты черны черного я не знаю черный или черный ну хорошо пускай что-то очень странное от димы андросенко так это кто дроид убийца нк-47 протокольный это что-то из звездных войн короче ну очень классно сделал голову прям шикарно но конечно на ногах что-то пошло не так но я все равно лайк поставлю арсению кобзарю просто за старание вот за такую классную голову темный рыцарь темный рыцарь прикольный от ивана соколенко можно даже посмотреть в комментариях классно сделано хотя жопа у него жирновато получилось для человека то есть когда делать человека надо бедра максимально скашивать если ты делаешь не тянку конечно же тянки можно и по это помясисти и сделать ну ладно неплохо так это не мех и не человек по большей части я не знаю что это они мало что известно знаю одно он хочет захватить мир он не придет к тебе ночью о он не придет тебе ночью но придут его слуги демоны ну за такое лайк можно поставить почему нет еще один робот от дани шевелева ищет чайпи что ли ли кто это солдат 47 никто не понял что это но егор леконцев решил выложить ладно это просто робот а это просто мех с пилотом даже непонятно с пилотом ли вроде как с пилотом суккуб или шинигами очень такси качество фоток трудно разобраться но вроде неплохо сделано есть прикольные задумки конечно ноги опять же големец cbs голова ну кучу рассмотрю ну да есть оригинальные задумки но к сожалению из-за детали видимые точнее из-за отсутствия детали не вытянул поэтому получилось вот так one punch man очень странно да это было ну аслан юсупов сделал one punch man за такой грех лайк не поставить а аслан сделал еще и и супермена ну чувак так нельзя надо одну самоделку так что я те как бы поставлен one punch man и лайк хотя супермен сделан лучше светлана зарифулина но это судя по всему просто с ее страницы выложена вот такой защитник блин сложная ситуация на самом деле то есть работа так крутая она правда крутая очень здорово сделано потрясно сделано но к сожалению я не могу сказать это похоже на что-то или нет я не нет нету оригинала у нее к сожалению нету но блин работа потрясающий чувак но увы я не могу ее сильно оценивать в конкурсе потому что я не могу судить о том похоже на на что-то нет достоверная точно фигурка или нет увы вау я также отреагировал в первый раз и когда мне попался я опять такой думал вот это работа я даже забыл что сюда лайк поставил уже денис денис прошлый раз ты делал одну из лучших самоделок но к сожалению не смог поучаствовать в конкурсе потому что она выбивалась из общих условий в этот же раз ты полностью соответствует соответствую с условием и это это вау это просто вау давайте посмотрим в комментариях что там интересное есть там должны быть фотки еще да блин ну конечно да это со спины он так выглядит охренеть я так понимаю это еретик хаоса вроде так они называются я не сильно шарю вахи но это по-моему еретик хаоса да блин слушайте бластер что-то еще интересное есть есть конструкция внутри смотрите как интересно сделано чтобы все это дело держалось под углом он не наклонные детали использовал а использовал техник гнутые техник элементы которые позволяют собирать конструкцию под углом наклоненные и при этом у него самоделка получилось и легкая потому что внутри сегодня не забиты деталями и прочная потому что техник держит хорошо блин берите на заметку вот эту технологию это классно для сборки экшен фигурка это вообще шикарно да один из да один из патрушев михаил или патрушев сделал егеря из тихоокеанского рубежа классный мне нравится очень так это вот вот это сделал николай вызов типа хорошо молодец николай сергей кузнецов сделал вот это мех с пушкой возможно это там кто-то возможно это кто-то а возможно и нет охренеть рэм блин ребята чего делаете со мной почему так много крутых работ вот которые просто который заставляет меня разрывать сердце на части думает там о том кому отдать приз серьезно почему так но так почему так много крутых работ то есть если бы все крутые работы были то это было понятно так типа было бы не трудно выбрать а тут и есть слабенькие работы а есть вот такие вот охренительно дмитрий медведев дмитрий медведев дмитрий анатольевич вы моем конкурсе участвуете владимир владимирович тоже предложите может он тоже чем соберет следующий раз шикарно я еще и рэм люблю хотя и рам люблю меня не обе нравятся напишите в комментариях рэм или рам кто по вашему выбору по вашему мнению лучше кто шарит те напишут а кто не шарит не напишут шикарная работа дмитрий просто шикарная так монстр из непонятно откуда монстр от ярослава давыдова хорошо так и быть монстр циклоп ну или царапка как это мило от коли конищева робот довольно простенький не стоит вот так ноги делать лучше бы ты сделал шарниры именно от тела а то они у тебя одну менее подвижные получаются оу оу не успевая доделать так как уезжая но все же поделился поделиться хочется ну знаешь это классно я понял что хотел сделать очень шикарное использование дисков вот здесь от этих от биониклов чувак ты крут если бы ты ее может быть допилил даже полностью вполне были бы шансы даже на победу не ну слушай это правда очень классно сделано прям шикарно гамора людмила буданова но это буданов клим собрал гамора вот эти глаза о боже я влюбился в эти глаза это это просто великолепно не он серьезно очень классно опять же сделано с юмором мне понравилось а я даже лайк поставил на вторую окаменевший от маски ненависти ультравайлет ниндзяга ну знаешь схематично но классно ультравайлет кстати прикольный персонаж мне она почему-то нравилась почему-то она мне симпатизировала не знаю почему у меня же сейчас ребят меня же глаза слезятся от того сколько всякого я уже посмотрел сколько я всего уже увидел и кастанте кассет фо блин константин конституции конструктора выложил вот это огромного страшного бионику с маленькой головой вот да в общем вот какой-то мех в азиатском стиле страж от артема маляревского маляревского туземец за вожак племени ну да я угадал туземец не ну чувак серьезно так не это так не работает нельзя так паша барану это даже трудно назвать экшен фигуркой можно конечно но совсем ты совсем не старался так такую слепить можно буквально минут за десять ну это с учетом поиска деталей так я не дарить я не читаю описание попытаюсь угадать кто это это рыцарь петух в доспехе вы просто посмотрите на взгляд вот этого мумитроля который увидел его он в панике он чертовски в паническом состоянии так житель постапокалипсиса борется с нечистью и разными тварями руку и ногу ему оторвал дракон маленький такой драк блин маленький дракон чё справиться не мог что ли ну ладно житель поступок вот смотрите захотите ли вы выжить после постапокалипсиса после апокалипсиса если бы вы выглядели вот так сомневаюсь боже финишная прямая 50 работ осталось железный человек от александра драча железный человек у которого нет жопы ладно о а это да 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 робот подросток кстати опять же классно сделано из базовой детали я даже лайк поставил почему-то вот мне такие работы цепляет если бы она была сделана еще более ну с более детальным подходом если бы ты например применил побольше маленьких элементов там пластинок один на один кубиков один на один там всякого это смотрелось бы гораздо лучше а так да неплохая статуэтка конечно это не экшен фигурка не совсем но тоже неплохо злая уточка от арсена нерсагана она реально очень злая это самая суровая утка которую я видел а вообще твоя злая утка похожа на похожа на элизабет из гентамы вот просто вот как две капли похожа может быть это она есть может быть именно ее ты имел ввиду вячеслав андрианов сделал а выживший после зомби апокалипсиса а почему у него в трусы провода заправлены это смешно ну ладно не фигурка неплохая на самом деле кстати я забыл на уточку поставить лайк сделано неплохо робот лойда типа просто робот паша куцин неужели ты думал что типа робот может паса это посоперничать с полноценными экшен фигурками но конечно робот неплохо неплохо сам по себе особенно ноги ноги нормально сделаны но чё-то не очень серьезно ну она здоровская сделана как робот но как экшен фигурка не очень серьезно гамора качок от ильи марича гамор гамор да прикольно павел демич что ты хотел этим сказать пожалуйста объясни кто это кто это скажи кто это мне страшно мне страшно не осмотреть мне кажется он придет за мной ночью вот 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 это вот придет за или за тобой придет ночью вот за тобой увидишь вот ты вот его увидишь в окне ночью вот серьезно илья липо липовка сергей липовка илья липовка наверно илья сделал портал но задумку я понял конечно торт прикольный ничего не могу сказать но что черт побери с ногами учил что не случилось почему я так изуродовала что что нас что с ней делала глада что она стала выглядеть так что-то из фоллыча до штурмовик рейха ибо почти прошел метро о метро вас слушай а он у тебя похож похож очень классно прям дима код подожди дима код ты по-моему что-то выкладывал уже или нет или это не чувак не извини извини я тебя в комментариях видел бамблби еще один ну да кстати это самый хороший бамблби из всех сегодняшних от влада молчанова чужой чужой эй а ты чей а я чужой ладно нормально чужой от романа рейнбол даже на четырех лапка может дать только по моему он маленький слишком готовый китайский набор на конкурс не вообще глава ищит от набора выглядит очень странно это дело ну конечно да это похоже на оптим с прайма но чё-то не то так я опять попытаюсь сначала гад мечтая не попытаюсь угадать что это такое это робот-инвалид который работает официантом и разносит чай на вот таком подносе на ноге это робот-рудокоп вот так-то робот-рудокоп все вот он копает культями руду наверное ногами копает сегодня я завершил работу над этим шедевром пишет арсений гордеев робот имеет два бака для сбора разных руд и пород а также имеет сканер для обозначения этих руд и пород в высоту от 16 сантиметров а это сам робот понятно хорошо робот-самурай от хэкана шитофреника да я эту работу удалял уже блин раз сколько я сбился со счета не надо меня сюда выкладывать фигурки готовые сандвандер привет от данила костромина финн ну кстати забавный финн от вадима франца почему бы не поставить лайк под него только не надо так много фотографий заливать пожалуйста пожалуйста не надо я прошу по-хорошему влад а влад светочев собрал валькирию прайм из варфрейм ну да да почему бы нет да похоже согласен слушай а это гандам дам-дам-дам-дам-гандам зря стал делать руки такие лучше бы просто делал кулаки но фигура крутая ну ас аслан ты уже выкладывал и ван панчман и супермен и и этого нет я эти засчитаю только ван панчман и все федор пирогов сделал черного чувака просто черный чувак почему бы не сделать черного чувака еще один финн а это тот же самое этого от вадима фран франца вадим как много вадимов сегодня вадим клемен клеменов клеменов паучий лорд череп маленький паучий лорд череп он наверно плохо кушал в детстве и много болел понимаю ахаха данил пятыгин сделал вот это вот это еще она уходит на четырех лапах что-то наподобие чужого я так понимаю о ши-широ конкурс ваня ваня это майя из borderlands 2 жалко у тебя желтых деталей не было ночь похоже круто сделал блин суши ты вот серьезно ты шаришь конечно я вижу что ты либо сфотографировал неудачно не пойму по у тебя очень короткие ноги получились конечно возможно это именно такой стиль но помните короткие но все равно прикольно то есть вот за голову путь тело прям заслуживает лайка который я в принципе уже и поставил охренеть блин ну ребята почему так круто почему такие крутые работы егор тарасов сделал шикарного клона судя по всему нет не клон штурмовик охренеть блин все сложнее и сложнее выбрать кому отдать приз паша ги форс джи форс сделал контра контра hard genesis беспилотный робот из игры нет чувак там робот совсем по-другому выглядел я помню его ну конечно робот конечно неплохой у тебя получился немного пестроватый перегруженный но он там не такой был даже не даже не рядом это вообще маленький артем балашов сделал дэдпула и е просто робот от димы картышова с рядом с пруфом на экране компьютера так лего хайпер перезалив нормально ну ладно хорошо чем то одного из гандамов напоминает по моему господи какая страшная штукенция от лены зотовой это довольно жуткий монстр который едет и вот так хлопает пастью я так понимаю потому что видите у него колесики есть и руки но руками он дотянуться ни до чего не может потому что они у него в стороны разведены поэтому он просто хлопает пастью и надеется что что-то в нее попадет next робот от кости перунова да фу все 291 работа 287 какой кошмар у меня горло сейчас наверно свихнется ладно теперь надо пожалуй подвести итоги этого конкурса выдать кому-то приз и собственно определиться с условиями и темой нового конкурса чем мы сейчас и займемся ох 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 вы просто не представляете насколько трудно мне было выбирать в этот раз победителя работ потрясных много гораздо больше чем в прошлый раз было которых вот по-настоящему хочется наградить подарком наградить призом но выбрать я могу только одного и это видимо мое наказание то что я должен выбрать только кого-то одного а остальным отказать тем не менее в финальную десятку как ни странно вошли 12 работ это очень странно звучит но ладно ну так вот кто же попал у нас в финал Никита Ильичов с его Хайзенбергом Гриша Цой с Мерси Павел Демидов с его Гаморой невероятно забавной Тин Томас и его Харли Куин с отряда самоубийц Смайл Мэн Никита Соболева Господи я влюбился вот в эту конструкцию Чувачок из Звездных Войн на спидере от Ильи Лукашова Денис Долгов и его еретик Хаоса Чувак из Метро 2033 от Димы Кота Майя от Вани Вани Штурмовик от Егора Тарасова Да, наверное, Штурмовик Шикарнейший Сабзира от Александра Симакова и Максим Максим с его с моим кошмаром детства вот с этим Зайцем нечеловечески трудно выбрать между этих работ серьезно ну конечно они все достойные я хотел бы наградить каждого из них призом потому что это очень здорово но могу только одного ну и победителем да вы наверное догадались становится Денис Долгов потому что это из всех работ самые технологичные с этим глупо спорить и глупо это отрицать она во всех планах очень круто сделана в прошлый раз Денис к сожалению не смог побороться за приз потому что у него не соответствовала работа правилам был не брикхэдс и был брикхэдс с его же темой но настоящий давайте проверим есть ли репост у Дениса Денис 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 надеюсь ты сделал репост Денис 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 фух я уж думал нет все репост конкурс 3 экшн фигурки все дела ну и всякие штуки у него тут выложил он кстати рассказывал про конструкцию о том как ее собирал на стене потом это очень клево а еще у него классные самоделки по якой в оч на стене надо лайк поставить эх такие дела ну серьезно наверное со мной многие согласятся потому что это потрясающе выглядит вот конечно я без памяти влюбился в этого Сабзира и Александр если ты вдруг видео пропустил пожалуйста добавься ко мне в друзья и если ты сделаешь серию таких вот самоделок вот таких фигур по Мортал Комбат я обязательно сниму про них видео прям отдельные где покажу их там если хочешь ссылки на тебя оставлю это шикарно вот серьезно чувак это чертовски круто а в общем то на этом мы с подведением итогов то и закончили наборчик по Арктике отправляется к Денису Долгову автограф на нем есть в прошлый раз когда я Брикхедса дарил к сожалению я заступил и не сделал автограф на коробке потому что не я покупал его и не я отправлял в этот же раз я решил исправить положение и теперь коробки будут отправляться с автографами возможно в дальнейшем еще какие-нибудь подарочки к ним я буду прикладывать я пока не придумал но пока вот так и теперь нам осталось только определиться с новой темой самоделок которые нужно будет сделать к следующему видео и эта тема будет и как вы видите по голосованию которое я проводил перед тем как снимать видео тема будет постройки 8 на 8 пина но постройка это должна быть не абсолютно любая можно построить любое городское здание пожарную станцию больницу жилой дом кинотеатр кафе что угодно главное чтобы это было здание которое может просто находиться в городе база выживших зомби апокалипсисе космическая база или там секретные лаборатории или ракетная шахта не совсем подойдут потому что они не будут попадать под тему этого этого конкурса также работы желательно высотой делать хотя бы 10-12 пинов точнее не хотя бы а до 10-12 пинов ниже можно выше нельзя антенны всякие тарелки там на крыше они считаться не будут так что только само здание должно быть не выше 12 пинов такие дела также не забывайте что обязательно нужно сделать репост записи с этим конкурсом свою работу загрузить по ссылке в описании в альбом одну фотографию и все остальные фотографии в комментариях и желательно не обязательно но желательно приложить листочек с айди или именем или просто какой-нибудь пруф который подтверждает то что вы сделали эту работу то есть если например я могу безоговорочно как-то проверить это то можно даже не прикладывать листочек например у вас youtube канал есть вы можете просто ссылку на youtube канал приложить я увижу вашу работу увижу самоделки и скажу такой типо ну ок я верю призом станет набор проверенный временем робот исследователь из серии креатор от лего вот такой наборчик я думаю он будет одинаково полезен и тем кто собирает и экшн фигурки и какие-то постройки и мехов и все остальное потому что всяких деталей в нем полно и куча скосиков и подвижных элементов и декора ну и конечно же самое главное результаты я буду подводить также через две недели ну на самом деле немножко пораньше потому что мне надо еще видео снять смонтировать его выложить оформить но примерно через две недели так что сильно не затягивайте но и очень сильно не торопитесь рассчитывайте где-то примерно так на 10-12 дней то есть 10-12 дней это идеально хватит чтобы собрать самоделку на этом пожалуй уже точно все надеюсь вам понравилось это видео было для вас полезным информативным познавательным или просто интересным если так то поддержи его лайком чтобы таких видео было больше подпишись на канал нажми колокольчик и напиши в комментариях что угодно на этом уже точно все с вами был Широ и ваши самоделки ваши вот именно ваши еще увидимся пока пока и Продолжение следует...